друзья всем привет слушайте ну вот сегодня как бы я покажу наглядный пример в общем фишка в том что мне уже не первый раз задают вопрос а как понять где у акустики плюс и минус то есть как бы да друзья это все понятно допустим когда у вас у акустики есть клеммы красный черный черный минус красный плюс все это здорово понятно но у многой старой акустики в том числе например советской шла такая тема которая лично меня раздражает шли 2 из акустики выходили два совершенно одинаковых провода ну вот простой пример провода оригинальные провода от акустики электроника на 25 с ну вот посмотрите совершенно одинаковые провода как понять какой здесь плюс какой минус то есть хорошо тут есть какие-то штекеры можно провести там определить плюс минус но допустим бывает что выходят просто провода без штекеров то есть и причем уходит напрямую из корпуса и ты не понимаешь где там плюс где минус и вот друзья в сегодняшнем видео попробуем эту тему немножко разобрать значит собственно говоря плюс минус правильный у акустики можно проверить собственно говоря двумя основными способами первый способ это при помощи батарейки и друзья про батарейку я вам покажу в конце видео а второй способ это на слух но со слухом тут есть такой нюанс дело в том что если допустим у вас слух не очень то вы в принципе может быть даже эту разницу не услышите плюс есть еще второй нюанс дело в том что на некоторые акустики эта разница перепутанного плюс и минус она слышно сразу но на некоторые акустики эту разницу понять действительно очень сложно ну вот как пример вот например вот это эстония не помню сейчас уже забыл а вот электроника 25 с там например так и есть что басовик и высокочастотник фазе а по заводскому же оформлению средний частотник в противофазе и получается такая ерунда что ты когда включаешь один правильную ну как тебе кажется когда ты этого не знаешь ты включаешь и слышишь как будто о тут бас так поинтереснее высокий получше но как-то серединка так не очень включаешь по-другому полярность а тут как-то серединка получше играет то что начинаешь путаться ты не понимаешь как бы где правильный плюс и минус вот в плане слуха друзья если есть слух я не знаю насколько скажем через телефон я смогу вам это передать но мы проведем этот эксперимент послушаем но принцип такой если у вас на акустике стоит и на усилителе правильная полярность что это дает и производить в общем-то вас толковый грамотные они самопально сделаны колонки то при правильной полярности бас становится немножко немножко глубже мягче точнее при неправильной полярности бас становится более таким гулким как бы но при этом за счет этой глупости он порой становится более ударным но теряет свою мягкость и глубину по высоким при правильной полярности высокие частоты играют более ярко и насыщенную вот про средние частоты тут получается такая как сказать двухсторонняя картина дело в том что при правильной полярности звук играет как бы ровнее более четко в балансе колонки но при неправильной полярности часто получается так что средняя частота начинается легка как бы выпирать из баланса колонки на вас то есть как будто их становится немножко больше они становятся какие-то более такие как бы сказать даже не могу сказать ну как-то не объемные какие-то более такие голосящие что ли и порой это можно даже принять за более правильную середину как бы ну то есть с правильной полярности вот тут как бы все сложнее я лично предпочитаю средину все-таки с правильной полярностью потому что она и звучит как бы ровнее интереснее вот и давайте собственно перейдем к нашему так сказать тесту и проверки и под покажу что как значит фишка в том вот мы слушаем такие винтажные колонки магнат мсп-60 друзья не помню сейчас точно по моему какие-то то ли восьмидесятые по 1990 и 91 год в общем куда-то в ту степь не буду сейчас копаться не помню так из головы говорю слушаем через bluetooth на друзья на немецком усилке ауна но фишка в том что это усилок хоть и немецкий но у него есть то есть усилительные схемы у него насколько знаю китайские там тпа или что-то такое то есть не разбирал не смотрел просто вот насколько я как бы так где-то что-то увидел услышал но тут есть баланс то есть мы можем давать звук на правую колонку можем давать звук на левую колонку и в общем смысл теста заключается в том что в начале я вам включу обе колонки значит допустим у вас провода одного цвета и вы думаете блин какой там плюс-минус какой правильный какой неправильный и первое что вы делаете вы подключаете провода так точно включили послушали значит все провода подключаем обязательно при выключенном усилителя обязательно чтобы случайно плюс с минусом не бахнуть и вот в общем ставите провода если у вас звук играет ровненько значит это еще пока не начало эксперимента значит одну из колонок переставляете право дано оборот менять плюс минус местами то есть если сейчас допустим плюс идет наверх минус вниз то вы возьмете поменяете местами но даже здесь кстати виду меня полярно специально поменен видите плюс сверху минус снизу а здесь наоборот минус сверху плюс снизу но допустим у нас одноцветный провода так вот меняйте эти провода в такой комбинации на свою соответствующую клемму, что когда вы начинаете слушать музыку, вам начинает эта музыка резать слух. То есть вы чувствуете, как вот, знаете, как такое получается, как такой давящий какой-то противный такой звук. То есть это когда у вас одна колонка плюс-минус стоит правильно, другая колонка плюс-минус стоит неправильно. И они начинают друг друга давить. Звук становится некомфортный, и вы чувствуете такое какое-то неудобство. Так вот, сперва выставляем вот эту полярность. То есть одну колонку ставим правильно плюс-минус, вторую неправильно. Но мы не знаем какая из них, но мы по звуку слышим эту разницу. То есть одно дело, когда у вас обе правильные или обе неправильные, звук все равно такой ровный, нормальный. Но когда у вас одна правильная, другая неправильная, у вас звук начинает фонить и раздражать уши. Вы, друзья, это сразу услышите. То есть это такой неприятный, как сказать, давящий такой звук. То есть выставляете вот эту вот полярность, одна правильно другая неправильно для чего это надо это надо для того чтобы потом при помощи баланса мы стали гонять по очереди колонки слушать какой звук из какой колонки нам нравится больше ну и давайте как вариант эксперимент я вам ставлю значит сюда значит сейчас подключены обе колонки одна правильно одна неправильно и я именно хочу вам попробовать продемонстрировать тот звук неприятный звук но насколько микрофон сможет передать это уже другой вопрос но мы попробуем и так неприятный звук когда одна колонка правильно другая неправильно поехали то есть вот я сейчас когда слушаю здесь вот живу я не знаю сколько микрофон он это передаст но вот особенно по басу как бы колонки немножко так понят ты чувствуешь вот такое как наложение какое-то или или расслоение но в общем что такое что ушам как бы это звук не нравится сразу вот а теперь я буду тем желтым роликом вот там ведь желтый ролик стоит около усилителя я буду отмечать какая играет колонка и чтобы вы могли сравнить звучание конечно есть некоторая разница потому что в сервере режиме колонки изначально играет немножко по разу но все-таки мы попробуем будет ли вам слышно вот эта разница разной полярности на двух одинаковых колонках и так сейчас секундочку так играть правая колонка желтый ролик дам свет погнали ульято и мы не были это было и не была ночь ради Субтитры подогнал «Симон» Так, давайте попробуем другую теперь песню Значит, опять же, играет колонка справа Рулик, видите, там наверху на колонке лежит И погнали в другую песню Вот опять я с дочками в ресторане И прохладен в жизни гардероб Вот жиле с незримыми глазами На колену официант несет Жиром льет куриное бедо Дочка Где-то льются слезы, бьется кровь Порастай скорее, моя дочка Мир увидишь, проживешь любовь Ты не сильнее Ты не обижай славых И не люби в обиде скрича И не повторяешь ошибок, папы Выбирай, друзья, свиньи ночи Так, ну давайте попробуем еще песню А теперь просто сначала на одной колонке И теперь на другой За облаками теряются дни Следы нашей радости Следы мечты Я это знаю Знаешь и ты Там Что мы оставили с тобой Там не остыли Следы что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит смотрите Первая часть нашего небольшого такого эксперимента подошла к концу В общем, друзья Я не знаю Как вы с той стороны экрана услышите Вот эту действительно, скажем так, разницу Но могу сказать следующее Здесь на месте В общем-то, ровно так Как я и рассказал в начале Значит Вот у нас правая колонка была с правильной полярностью Левая колонка была с неправильной полярностью И получается так, что на правильной полярности Бас играет поглубже, почище Но на неправильной полярности Бас играет как бы более Ну более Слышимо так Более убойно что ли Да Но не хватает немножко глубины То есть Вот самого вот этого низа То есть его немножко не хватает На неправильной полярности Это что касается по низкочастотнику По высокочастотнику На правильной полярности Высокий, более яркий, более детальный Более высоко забирающийся На неправильной полярности Опять же Слышимость Как сказать Порой вот тяжело выразить свои мысли В общем немножко такие суховатые Становятся высокие То есть не хватает им вот этого полета Значит По среднечастотнику На правильной полярности Середина становится более такой ровной И если играют две колонки Появляется такой очень красивый Объемный звук На неправильной полярности Середина играет громче Но при этом звук становится Такой какой-то вот Знаете как Какой-то искусственный Или какой-то вот Какой-то вот такой Вроде как объемный Но в то же время Какой-то объем Какой-то такой сухой То есть играет громче Но Пропадает какая-то вот Мягкость в середине что ли Вот Но это опять же То есть Если например У вас слух не очень И тут кстати обижаться Не на что Дело в том Что на самом деле Шикарным слухом Обладает там Дай бог Один из ста человек Ну вот Все остальные Как бы они Среднестатистические Слушатели И Эту разницу могут Даже в общем-то И не заметить Плюс к этому Надо добавить Что когда вы слушаете Мое видео Вы слушаете на своей технике Лучше всего Слушать В наушниках У меня есть видео Где я рассказываю Как правильно слушать Ютуб Но Если вы слушаете Например Мою акустику На своей акустике То тут очень сильное Влияние уже оказывает Ваша акустика Ее характер Игры и звучания Вот Поэтому Предпочтительнее всего Слушать конечно В наушниках Наушники дадут вам Более Четкую звуковую картину Вот Но это ладно Это что касается По звуку Как Вариант второй Как можно еще Определить Полярность Правильную полярность Акустики Если не на слух Я вам сейчас попробую Это показать Вот Берете Обычную Пальчиковую батарейку И Буквально На короткий момент То есть Ни в коем случае Долго не тяните Потому что При длительном Таком использовании Это может И повредить Акустику Но От короткого щелчка Напряжение Слишком маленькое С колонкой Ничего не случится И берете Вот Прикладываете Значит Один провод На минус Второй провод На плюс Вниз Вот Положили батарейку И смотрим Куда пойдет динамик То есть Приложили Один провод И второй И вот на момент Щелчком Видите Динамик двигается Надеюсь Вам там Видео видно То есть Получается Что Вот здесь Вот у вас Сейчас Секундочку Значит Низ Это минус Верх Это плюс То есть Когда вы Прикладываете Провод Например Ну вот Вот так Вот вы Приложили провод И Если в этот момент Динамик У вас Идет Наружу То значит Это минус Это плюс Если в этот момент Динамик у вас Идет Вовнутрь То значит Наоборот Вот смотрите Сейчас мы Поменяем местами То есть Вот так Будет неправильно Минус Плюс Так То есть Сейчас динамик Пойдет у нас Вовнутрь Вот То есть Когда мы Прикладываем Неправильно Провода Значит Динамик Идет Вовнутрь Я надеюсь В видео Это было вам Видно Вот И соответственно Когда вы Провода Прикладывали То По батарейке Вы определяете То есть Плюс Вот он Минус Вот он То есть Если вы Приложили Минус Плюс И в этот момент Динамик Пошел наружу Значит Вот это у вас Минус Это плюс Если в этот момент Динамик у вас Пошел вовнутрь Низкочастотный То значит Это плюс А это будет Минус И неправильно Полярность Соответственно Вот Ну это так Краткое Руководство Так что Друзья Я надеюсь Кому-то Мое видео Помогло Надеюсь Было видно Видео Движение Низкочастотного Динамика Значит По низкочастотному Динамику Вы это Увидите Потому что У него есть Амплитуда Движения И вы можете Увидеть Эту полярность По среднечастотнику И высокочастотнику Друзья Вы Зрительно Этого Не увидите Потому что Там тоже Есть Амплитуда Движения Но она Настолько Минимальна Что Невооруженным Взглядом Ее Не заметить Если Конечно У вас Среднечастотник На подобном Подвесе То там В принципе Можно увидеть Движение Элемента Но если Он На Как сказать На более плотном Подвесе Неподвижном Подвесе Почти неподвижном Подвесе То вы В принципе Это движение Увидите Поэтому Смотрите На низкочастотник Итак Напомню Значит Правильную Полярность Если у вас Провода Вот такие Одноцветные Непонятные Вы не понимаете Где плюс Где минус Выходят Из колонок То вы можете Это определить Либо на слух То есть Подключили колонки Одну Подключили Правильно Другую Неправильно Это вы Поняли Методом Тыка То есть Но все так же Остается Правая колонка Сюда Лево Сюда Ни в коем случае Не поставляйте Каких-то перекрестных Значений Просто Именно Меняете Вот Минус Плюс Местами Меняете Только При выключенном Усилке И Менять Ровно до того момента Когда вы слышите Что звук Противный На слух Он начинает Вас раздражать Тогда значит Вы одну колонку Подключили Правильно Вторую Неправильно И тогда Путем баланса Включили музыку Значит Повернули вправо Потом Посмотрели Послушали Как играет На правой колонке Послушали Как играет На левой колонке И сделали Свой вывод Какой звук Вам больше нравится И соответственно Потом вторую колонку Перекидывайте Провода Которая вам Не понравилась Ну Наоборот Или проверить Батарейкой Есть еще Третий момент Друзья Если вы Никакой разницы Не слышите То Честно Ну Пофиг Какая там Полярность Вот Так что Как-то так Извиняйте Если я слишком долго Тут разглагольствовал Попытался Как-то показать Доступным языком Понравилось Ставим лайк Кто не подписался Подписываемся А мы будем смотреть Еще много разного Интересного Все друзья Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok